В Кургане состоялся заключительный этап фестиваля инклюзивного спорта и творчества. Он прошел в Курганском доме молодежи и объединил горожан разных возрастов. Все желающие приняли участие в конкурсе импровизации. В парной импровизации среди взрослых победили Даниил Трубин и Марина Акулова. Среди детей лучшими стали Валерий Кондратьев и Наталья Перезолова. На заключительном этапе фестиваля инклюзивного спорта и творчества для участников провели квест на спортивную тематику и викторину «Своя игра». По итогам прохождения всех станций и этапов лидерам вручили памятные призы. Кроме того, решением жюри и народного голосования состоялось награждение победителей в специальных номинациях. В номинации «Лучший друг» отметили Дарью Зубкову, в номинации «Самый активный» Александра Митрофанова. Самым позитивным стал Никита Синьков. Департамент здравоохранения готов выплатить до конца года по 1,5 млн. рублей врачам и фельдшерам, которые займут вакантные должности в сельских больницах Курганской области. Предусматриваются единовременные компенсационные выплаты по программе «Земский доктор» в размере 1 млн. рублей, по программе «Земский фельдшер» 500 тыс. рублей. Для получения выплаты в текущем году врачам и фельдшерам необходимо соответствовать следующим условиям. Возраст не более 50 лет, ранее не работать в медицинской организации, вакансию, в которой планируется занять, иметь действующие сертификаты. Справки по телефонам в Кургане 49 85 68, код города 3522. В Заурале со следующего года стартует федеральная программа «Земский учитель». Педагоги, которые переедут работать в сельскую местность или небольшие города до 50 тыс. жителей, получат подъемными миллион рублей от государства, но будут обязаны отработать от 3 до 5 лет. Сейчас формируется нормативная база и определяются цели, на которые учителя смогут выплаты. Максимальный возраст земских педагогов – до 55 лет. Повышение возрастного ценза для участников программы позволит привлечь квалифицированных специалистов, которые осознанно решили приехать в село и работать в школе. В Курганской области по фактам сбыта никотиновых смесей, употребление которых может повлечь реальное причинение вреда здоровью или наступление смерти по признакам преступления, возбуждено три уголовных дела по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, производства, хранения или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По данным ведомства, смеси для рассасывания в расфасованном виде находились в продаже в ряде зауральских магазинов. Они представляют опасность для здоровья потребителей, особенно несовершеннолетних. Следственные органы обращают внимание родителей и законных представителей несовершеннолетних на необходимость проведения с детьми профилактических бесед и усиления контроля за ними с целью недопущения употребления указанной опасной для здоровья продукции. Табачные снюсы запрещены в большинстве стран Европы и с 2015 года в России. Сейчас же большую популярность приобрели никотиновые сосательные или жевательные смеси, продаваемые в виде небольших пакетиков в упаковке, никотиновые пэки или в виде леденцов, мармелада. Данные пэки представляют серьезную опасность для жизни и здоровья людей. Количество никотина в них значительно превышает его уровень в сигаретах. На сегодняшний день никотиновые пэки стали изымать из продажи в магазинах области. По данным Министерства труда Российской Федерации, количество официально зарегистрированных безработных в России за первую неделю декабря превысило 663 тысячи человек. В число регионов с наибольшим ростом безработицы вошла Курганская область. Незанятых граждан стало больше в 52 субъектах Российской Федерации. Снижение уровня безработицы зафиксировано в 26 регионах. Еще в 7 этот показатель не изменился, в том числе в Тюменской области. Ранее Минтруд прогнозировал, что количество безработных в стране не превысит 3 миллиона 400 тысяч человек по итогам текущего года. Ожидается, что в следующем году количество работающих россиян стабилизируется и будет расти с 2021 года. Поддержку рынку труда окажет вовлечение жителей страны в экономическую деятельность и постепенное повышение пенсионного возраста. И о погоде. В Курганской области с 19 по 22 декабря ожидается теплая и снежная погода. Наиболее интенсивные снегопады пройдут 20 декабря. В Кургане с 19 по 22 декабря прирост снежного покрова составит от 9 до 15 сантиметров. Сильный снегопад ожидается 20 декабря. Он будет продолжаться примерно сутки. Возможно метель, порывы ветра до 12 метров в секунду. В эти дни температура будет выше нормы на 4 градуса и составит днем минус 4 минус 9, ночью минус 9 минус 12. После 21 декабря температура понизится до климатической нормы. Днем минус 8-13, ночью минус 12-17. 23 и 24 декабря пройдет слабый снег. С 26 по 31 декабря похолодает. Ожидается, что температура будет ниже нормы на 4-6 градусов. Днем минус 15-20, ночью минус 20-25. В новогоднюю ночь 31 декабря прогнозируется похолодание. Днем минус 14-20, ночью минус 17-23. Предварительные прогнозы указывают, что в январские праздники температурный фон в Кургане будет ниже нормы.